Мы на месте. Мы приветствуем Юлию. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе наперед сеанса. Она доверит. Посмотри визуально, что это мешает. Да, у нее спираль стоит в области позвоночника, таким неоновым цветом, и вокруг нее коричневой энергией. В ногах кто-то есть, как лассо. Понятно. Будем вытаскивать, будет мешать сканирование. Надо вытащить. Хорошо, скэнер, прорассканируй сейчас Юлию. Вытащи эту спираль, все, что к ней подключено, и то, что у нее в ногах находится артефакт, вытаскивай это все, все подключки. Выводи их. Спираль идет от самого верха, с головы вниз, по позвоночнику, и дальше распределяется такими неоновыми энергиями, подключки к животу идут. Скэнер все это отключает, все выводит. Спираль вывел еще энергии коричневой. Дай команду, чтобы шли вокруг нее. Даю команду на счетри. Вся эта коричневая энергия, находящаяся вокруг ее тонкого тела, и в ней самой, собирается в шар перед ней. Выходит полностью, до 100% формируется в шар. Она по-разному распределена. Где-то она уже, как затвердела, более плотная, а где-то легкая еще энергия садится. Скэнер помогает мне и выводит это все. Вышел в шар. Шар и спираль отправляю в клетку-тюрьму. Готова. Юля меня слышит. Мы получили согласие на работу. Юля, вы даете нам разрешение на работу. Она, да, она рукой одной придерживает живот, показывает второй вниз на ноги. Она дает разрешение. А что на ноги? На ногах что-то еще есть или что? Ну вот это лассо, да. Так я же его вывела, или я не вывела его еще? Она еще не вышла. Хорошо, скэнер, выводи это лассо. Отключаю. Это очень тонкое. Она как в тонких телах, но она как будто не может, то на одну ногу, то на другую, не может удержаться. Вышла она. Отправляю лассо в клетку-тюрьму. Хорошо. Даю команду на счет. Рискэнер сканирует пространство над головой Юлии под ногами. 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует все семь тонких тел Юлии. Находит все. Выстраивается от спирали, от этой коричневой энергии и от лассо каналы к ответственным и притягивает силам его намерения в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме мои заложники. Значит, от лассо черт стоит. И он показывает это какое-то помещение. И у него вот это лассо, как круги, он раскладывает. Черт. Чтобы зацепить всех. Сколько у него герц? Всех, у кого есть определенные страхи. У черта пять. Черт пять герц. А как ты мог пяти герцами войти вообще в нее со всеми? Сколько герц у твоих подключек, у твоей волосы? Целых девять. Девять герц. Вера, микрофоны поправили чуть громче. Девять герц. Хорошо. Ты подключился к ней в больницу? Нет, это другое здание какое-то он показывает. Там есть другие люди. И он пол показывает на полу его круги. Хорошо. Значит, у тебя не было намерения ее конкретно ловить. Это просто тебе повезло так, да? Не повезло. Он показывает, что волоса очень тонкая. И она как сжигает энергию этого волоса. Она делает его еще тоньше. И в зависимости от ее состояния, это волоса то проявляется, то опять угасает. Но она в состоянии своей энергии сжечь это волосу всего 9 герц. У нее должно быть обычно больше 25-30 герц. И ты никогда бы не вошел в ее биополе со своим волосом. Много показывает, что чем больше она беспокоится, впадает в депрессию, ругается, тем сильнее становится волос. Негатив идет, тем волосы становятся сильнее, да. Хорошо, контроль эмоционального состояния еще никто не отменял. Кто у нас дальше? Дальше гуманоид и ящер. Вот так вот. Итак, откуда у нас гуманоид? Система. Система. Ты наемник? Все мы немного наемники. Всегда есть кто-то, кто хочет получить определенный товар. Я полагаю, твой заказчик стоит рядом с тобой. Покупатель. Хорошо. Считай цифры над голубой ящер. 201. 201. Сколько ты, ящер, находишься в этом биополе вместе с гуманоидом? Сколько ты находишься конкретно? Что, на пальцах считает или что? Нет, он как-то говорит 4,8. То есть, меньше пяти месяцев, но он говорит 4,8. Как в процентах, что ли. Четыре месяца и, то есть, пяти нет. Хорошо. 4,8. Сколько гуманоид находится? 6. Ваша подключка связана как-то с ее беременностью? Вы имели какие-то планы? Связано. Хорошо, кто мне расскажет, о чем идет речь сейчас? Подключки. К ребенку. Контроль через спираль. Контроль чей? Кого? К гуманоиду, потому что спираль и вам. Я имею в виду контроль Юлии и ребенка? Или только ребенка? Или только Юлии? Контроль чего и кого? Обоих. Всегда есть что-то взять. Ты понимаешь, что есть какие-то грани во всем, вернее, какие-то границы? Мы не переходим. Как вы не переходите? Вы вошли в беременную. Немножко досаждаем. Досаждаете немножко? А если я сейчас достану живую плазму и немножко начну вам досаждать? Чем это закончится? Я думаю, мне кажется... Плазма убивает, а мы не действуем на убийство или уничтожение. Вы делаете то же самое, только медленно? Нет, нам не нужно уничтожение. Нам нужен постоянный доход энергии. Постоянный. Вот и вырабатываете эту энергию. Но не воруйте ее. Но вы же и воруете. Поговорили достаточно. Итак, сколько еще черт находит и забыл спросить? Что-то около 10 дней. 10 дней. Хорошо. 8-10 у него прыгает. Понятно. Даю команду тонкой копии Юлии спроектировать все энергетические и сферические каналы. К черту, к его лосо, гуманоиду, этой спирали, ящеру и этой коричневой энергии. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные, патогенные, низкоаборационные энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Юлии. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. А ящер знает, что его энергия отравляет, пиар-робот, энергообмен с ящером? Постепенно добавляет. Поэтому было вокруг нее это поле, его энергии? Да, поэтому он определяет границы. Воровали частички души? Нет, до этого не дошло. Душа нужна цельной на данном моменте, в этапе. У нее из головы выходят такие, как черные, темные нитки. Они такие, как змейки тоненькие, выходят от нее. А что это вы прошивали этими нитками черными? Что это такое? Мысли. Мысли. Я полагаю, это мысли страха. Депрессии. Страх депрессии. Вниз, вниз идет слово. Понижение вибрации вниз. Все плохие, все враги. Обороняйся. Оборона требует очень много энергии, затратное дело. Соответственно, через эту эмоцию можно очень хорошо получать энергии, если ее воровать. Реверс закончился. Или просто терять. Устанавливаю фильтр с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Юлия забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что они похитили, все, что они изъяли, возвращает Юлия себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Усилие потоки в 50 раз. Скажи-ка мне, гумануэта, вы не заметили никаких защит? Она не выставляет никаких защит. Может, меркаба у нее была? Может, человек работает над своей осознанностью? Было что-то такое подобное? Они показывают, как они видят какой-то пустой каркас. Когда-то, может, это было установлено. Энергии там нет. Все понятно. Вот это я для Юлии спросил, чтобы она просто знала, как ее защита выглядит. Из ничего ничего не бывает, Юлия. Вы ничего не делали, соответственно, ничего вы не получили. Ну, кроме интерферентов. Мне пришел фокус на ребенка, они показывают. Все, внимание пошло туда. И интерес в защите пропал. Я понимаю, но дело в том, что она наверняка не в курсе, что как мать до 16 лет она обязана защищать своего ребенка. Как она будет защищать своего ребенка, если она даже не в состоянии защитить себя. Ей надо до 16 лет выставлять защитный купол вокруг ребенка каждый день, выдавливать с него негатив, давать ему энергию. Она не показывает, она защищает его на физическом теле, а на тонком. Они его защищают, делая вот эту корку из коричневых энергий. Вот. А тонкий план? Реверс закончился. А тонкий план, это как раз все начинается с него. Начинаются проблемы на тонком плане и заканчиваются на физическом, а не наоборот. Хорошо. Итак, реверс закончили. Черт, еще что-то осталось на твоей частоте, что я не вытащил? Нет. Хорошо. Скэнер, просканируй сейчас Юлию на частоте гуманоида и ящера и их артефактов. Не осталось ли что-то, что мы еще не вытащили? Если находишь в выводе это, мелкий частитель сжигай. Приступаем. Чисто. Даю команду на рассинхронизацию Юлии с чертом, его лосо, гуманоидом и его спиралью, ящером и этой коричневой энергией. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Включаем внутренний белосвет Юлии, этим светом она выдавливает из себя все негативное, патогенное, низкое, аберрационное, чужеродное, остаточные энергии на частоту гентореферентов и их энергии. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. И выдавливаем из Юлии эту энергию страха, которая в ней присутствует. Пошел мощный поток, все это летит в шар. Страх и депрессия выходят. Отлично. И шар. Открывая под шаром воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая печатаю, растворяю. Даю команду скейнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Честно. Помогаемая энергия отстегнуть все каналы на счет 3, 1, 2, 3, удар. Отлетает канал, отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая печатаю, растворяю. Готово. Под лосо, черта, открывается воронка в галактическое ядро, лосо уходит на переработку. Закрывай, опечатай, растеряй. Черт, если ты не хочешь уйти вслед за лосо в следующий раз, обращай внимание, куда ты кидаешь. Если ты бросишь свое лосо еще раз в нее, я тебя достану и накажу. По-настоящему. Тебе это понятно? Понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте черта. Один, два, три. Черт уходит на свою частоту. Закрывай, опечатай, растеряй. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Ли на связи. Ли, посмотри, пожалуйста, у меня здесь нападение на беременную. Ящер 201. Почти пять месяцев сидел. Гуманоид шесть месяцев сидел. Гуманоид системы. Спираль у меня находится в клетке, которую они вкрутили в нее. Вокруг нее была коричневая энергия. Ящера. Мы все заберем. Благодарю. Включая коричневые энергии. Все понятно. Она говорит, что нападение было на душу ребенка. Его вовремя среагировали. Всех забрали. Отлично. Ну что, здесь мы закончили. Давай заправим энергиями Юлию. Посмотри, сколько ей нужно энергии и какая частота вибрации. 390 и 24. На 4 макушку головы Юлии начинает поступать 7 высокоаббрационных потоков по 390% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Чистота вибрации поднимается до 24 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия и вибрации гармонизируется. Распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Юлия, мы закончили вашу проверку. Как вы себя чувствуете сейчас? Мне легко. Как будто тяжесть и грусть ушла. Ну, действительно ушла. Все так и есть. Абсолютно верно. Сделайте выводы из этого сеанса. Вы должны себя защищать. Если вы этого не делаете, то ответственно. Вы читали манифест. Вы просто не вникли суть этого манифеста. Там стоит ответственность. Я беру ответственность за свою жизнь в свои руки. Какую ответственность вы взяли в свои руки? Мы ничего не взяли. За вас взяли ответственность вот этот ящер, этот гуманоид. Ну, еще и черт подцепился. Хорошо. Будем вас возвращать. Для освоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Юлии в ее систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки и извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Есть. Отключайся от объекта и поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова